Здравствуйте, это проект Сити Инсайт. Я Сергей Мамлеев, и у нас в гостях Мухтар Гусингаджиев. Мухтар самый гибкий человек в мире. Мухтар, здравствуйте. Здравствуйте. Мухтар, скажите, пожалуйста, как вы развивали свою феноменальную гибкость? В самом начале, истоки, кстати, были и в Новосибирской области, Купинский район, село Рождественка. Я там в 88-м году, почти год прожил. Ну, я, вот у меня в книге есть фотографии, специально я летал, чтобы снять то помещение, где я уже делал свой номер из трюков, с которыми я объездил весь мир в 88-м году. Как я начал заниматься, да? Да. Ну, я начал заниматься очень просто. Я был в таких условиях, когда у меня не было ни книг, ни ничего. Я лишен был всего. Были в жизни такие моменты, этапы моей жизни. Я попал в такие условия, когда кроме тела ничего у тебя нет. Скажите, и вот ваша гибкость, это, скажем так, дар, или вы самостоятельно ее развилили? Мне даже обидно бывает, когда говорят, что у меня есть талант или дар. Обидно, почему? Потому что со счетов сбрасывают тысячи и тысячи часов моей работы над телом. Куда они это девают? Дар или талант, это когда ты проснулся утром, тебе дали в руки гитару, ты взял и спел, даже не зная этого. Вот это талант. Но если ты тысячу раз откусывал мозоли, ты репетировал, это не талант, это практика. Так же у меня во всех направлениях. Поэтому я абсолютно бездарный, абсолютно без... Часто ошибка бывает у людей, у тебя сила воли. Никакой силы воли у меня нет. Я ничего не могу себя заставить делать, если мне это не нравится. У меня нет силы воли, у меня есть просто осознание того, что мне это даст завтра. И все. Мой завтрашний день зависит от того, что я делаю сегодня. Настолько просто. Если я сегодня шагаю на юг, завтра мне будет теплей. Если я шагаю в сторону севера, завтра будет мне холоднее. Разберись, что тебе нравится. Тепло или холод. И шагай в том направлении. А каждый день это шаг. Очень просто живу. Здорово. У меня вообще... Я логикой живу. Логика вообще... Вещь такая, что вся жизнь настолько проста и настолько все просто в жизни. Я так слышу иногда, жизнь сложная штука. Она сложная, кто мудрит. Ничего мудрить не надо. Очень просто все. Скажите, пожалуйста, а как ваша гибкость помогает вам добиваться результатов, поставить цели? Многие, кто не занимается гибкостью, они думают, что гибкость это только гибкость тела. И ты будешь просто гибким. Они видят только верхнюю часть айсберга. Если они увидят, что дает гибкость, и увидят весь айсберг, я думаю, на Земле не будет человека, который полчаса в день не будет уделять гибкости. Если он действительно узнает, что это дает. О гибкости тела? Да. Физическая гибкость. Что через это он получит? Если бы он знал все, что дает гибкость, я думаю, ни один человек в мире не лег бы спать, не отдав хотя бы полчаса на растяжку. Но поскольку неведение, невежество от слова «неведать», из-за неведения, что оно дает гибкость, люди ложатся спать 24 часа в сутки, отдают на что угодно, но не отдают на самое главное. И вот в этом парадокс. Я могу долго перечислять, что дает гибкость. Могу долго перечислять. Одно вытекает из другого. Знаете, у дерева есть ствол. По стволу идешь, можно на любую ветку пойти. Эта ветка уже тебе показывает массу вариантов на другие ветки. Сошел на другую ветку, там еще идет раз много веток, выбирай. Выбрал другую, там еще, и это бесконечно. Вот настолько много возможностей открывается. Допустим, гибкость дает мне... Вот смотрите, казалось бы, гибкость... Ну, сделал номер и выступаешь на сцене. Все. Вот смотрите, это так кажется, а реально. Гибкость даже мне в кино помогала. Допустим, смотрит режиссер. О, он может и драться, и сцены сыграть разные, и пластик показать, и масса всего. Если я пришел в спортивный клуб, я могу использовать... Я везде могу это использовать, вообще везде. Даже в танце, танцы со звездами. Когда я танцевал, мне гибкость очень помогала осваивать движение. Когда я пошел на пантомима, там надо было... Любое движение нужно было освоить без гибкости, я не смог бы освоить. В танце, даже в рисовании гибкость нужна. Ты видишь форму, но ты ее видишь, да? Глаза ее передали в мозг, а через мозг в руки передать не можешь, потому что нет владения телом. Владение тела идет через гибкость. И там очень много всего. Я могу просто до вечера перечислять, что дает гибкость. Поэтому это будет отдельная тема. Приходите на мой семинар. Обязательно. Кстати, вот вопрос по поводу ваших других талантов, помимо гибкости. Про рисование и про... Вот вы пишете стихи, пишете, написали книгу. Скажите, где вы берете вдохновение? Кто или что вас вдохновляет? Смотрите, я никогда не занимаюсь чем-то. Многие думают, я занимаюсь. Вот смотрите, можно заниматься... Смотрите, сейчас объясню. Можно заниматься рисованием. Это значит заниматься рисованием. Я не занимаюсь. Я живу... Вот смотрите, я не занимаюсь пластикой. Я просто пришел домой, я вот так не сяду. Я живу этим, а не занимаюсь... Занимаются так. Он сидит за компьютером, дома у себя, сидит в кресле. Но потом он выделит полчаса и будет заниматься. Вот он занимается, а я не занимаюсь, я живу. Пришел домой, я не сяду в кресло. Я сразу сяду за компьютер на пол, поменяю позиции. У меня десятки позиций. Я с удовольствием проведу время, сам того не зная, в растяжках. Потому что я живу, мне приятно эта растяжка. А кто занимается растяжкой, он будет очень долго идти к растяжке. Я не занимаюсь стихами. Вот я у меня всегда с собой... Вот, допустим, в телефоне есть блокнот, да? Я специально не пишу стихотворение. Я сейчас... Вот я сидел, страдал по России. За границей. Прям тосковал ужасно. Я думаю о России. Я думаю, что же мне туда тянет? Почему мне так хочется? И раз рождается четверостишее. Можно процитировать, да? Да, конечно, конечно. «России нет и быть не может без необъезженной глуши, без русской удали и все же без необузданной души». Вот. Это о том, как не измерить аршином и не понять умом, да? К этой теме. Вот рождается... Строка появилась, я начинаю дальше думать. Может быть, следующая строка не сейчас будет, а через час. Я могу заниматься другими делами и вспомнить. То есть, этим жить можно. Точно так же я живу музыкой, да? Я ни одной ноты не знаю, вообще нотную азбуку не знаю. Как-то один раз попытался, ничего не понял. Дебри я просто заблудился там. Вышел из этих дебри и решил идти простым путем. И чтобы научиться на пианино, я рисовал. Вот если в одной мелодии там 40 раз надо переставлять аккорды, я 40 раз рисую пианино, 40 раз, все клавиши. И рисую, куда какие пальцы класть, потом рисую следующий аккорд, значит, палец там так, так, так. И все эти 40, и я гляжу, где стоят пальцы, на черных, на белых там, вот, поставил. И вот я делал потом, а, правый палец на левой руке там, я вот так учусь. Это не талант. Фирменная техника обучения игр на пианино от Мухтара Гусинга Жаева. Я, кстати, на гитаре, на пианино много людей научил играть, не зная нот, потому что я им показываю уже, я по-другому показываю. Также гибкость, например, люди годами ходят. Я знаю людей, которые много лет ходят на йогу, куда-то на гибкость. Но у меня были, допустим, 27 лет человеку, он пришел ко мне абсолютно деревянным. И через полтора года он так гнется, ему предложили контракт в Китае выступать. В Киеве преподает ученик, который со мной пробыл непрерывно вместе два месяца. Двух месяцев хватило, теперь он самый известный преподаватель в Киеве, все звезды у него занимаются. А преподаватель к чему? По пластике. Причем ко мне он пришел в 25 лет таким прям вот, у него очень красивое тело, все. Но гибкости было ноль. Я сохранил фотографии, я сразу снимаю, в каком он положении сегодня. Потом я его снимаю, в каком он уже. И когда это соединяешь, он видит, неужели это я. И это еще больше стимулирует. Я когда индивидуально занимаюсь, я эти вещи делаю, чтобы человека подстегнуть потом уже. Первое время как-то, когда еще это для него не является потребностью для тела, какой-то момент есть, когда надо привыкнуть к регулярности. Но наступит момент, когда ты просто без этого не можешь. Как мы, мы же не забудем поесть. Был такой случай, человек умер от голода, не поел, забыл поесть. Вот так же не будет случая, что ты забыл, потому что тело будет просить. Когда это станет потребностью, все. Поэтому все, чем я увлекаюсь, и москвоведение, это одно из моих просто фанатические. Если я увижу новую книгу по Москве, я ее обязательно, история, архитектура Москвы. Я же не собираюсь зарабатывать на этом. Мне говорят, а зачем тебе ногой писать письма или рисовать, если у тебя есть руки. Я говорю, это новая грань, я изучаю свое тело, почему мои ноги не могут взять ручку в ноги. Мухтар, я так понял, что к кинематографу, к живописи, к своим произведениям, вы пришли именно через гибкость тела, то есть в основе лежала именно гибкость тела, правильно? Да. То есть развивая ее, люди могут также развить остальные таланты. Открываются, открываются, может быть, я в йоге не понимаю ничего, но говорят же, открываются чакры, открываются, энергия свободно движется по телу. Видимо, эти вещи существуют, раз я же на себе это почувствовал. Если у человека нет гибкости, все закомплексовано, закрыто, и энергия застывает на одном месте, не движется. Ну как, например, давайте кровь остановим, и что с нами произойдет? То же самое, по телу должна двигаться энергия свободная, да? И идет обмен, да, вот это все. И поэтому оно живое тело. Если все закупорить, это мертвое тело. Поэтому, видимо, это существует, я вообще не знаток этих вещей, но я в это верю, потому что по ощущению. И чем ты гибче, чем ты пластичнее, тем все в тебе живет и движется. И ты начинаешь себя лучше ощущать, ощущать свое тело, свои мышцы, суставы. Начинаешь контролировать, владеть телом. Начинаешь, все это открывается, открывается, открывается. И побуждает на, допустим, если ты гибкий, ты увидел танцора, ой, я тоже хочу это движение сделать. А этой мысли у вас не будет, если вы деревянный. Ой, куда мне, все, сам себя закрыл. А когда ты гибкий, раз, увидел какое-то движение из ушу, а я смогу так сесть? Ну-ка, раз. И вот, почему не я? Почему бы и мне нет? Вот это возникает вопрос. Все, что увижу, а почему я не могу нарисовать? А почему я не могу? Я взял гитару, почему мои пальцы, вот они вот такие деревянные, почему? Это же мои руки. Значит, я до сих пор думал, мои руки. Вот я владею руками, смотрите, да, вот. Кручу, верчу, да, телефон. Сейчас проверим, послушные ли у тебя руки. На, гитару. А, вот она, оказывается, ты думал. Ты еще далеко, ты думал, что ты владеешь телом. Точно так же я дал своим ногам, как говорится, ручку в ноги. Я говорю, на, нарисуй что-нибудь, ногам, говорю, своим. И у меня была тетрадь, она есть, я храню ее дома. Общая тетрадь в 92-м году как-то затеял я раз в день ставить плюсики. Ну, я всегда это делаю. Так, раз в день я делаю те вещи, которые мне нужны на будущее. И в этом я нахожу радость, в этом я нахожу удовлетворение и радость от прошлого дня. И вот раз в день тетрадный лист должен быть наполнен, помните, в классе, в первом классе, А, А, Б, 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 В, 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 помните? Вот так выводили целые строки. А вы так рисуете ногами? Я так начинал. И вот я писал, за день я должен наполнить страницу. И вот у меня первая страница, каракули, я букву А не мог вывести ногой. Там все, вот такая буква А, вот такая печатная буква. Давайте листаем дальше. С каждым днем эволюция видна. И когда я показываю дальше, дальше, люди говорят, нет, ты тут руку описал, наверное. Это в одной тетради видна эволюция. А вы представляете, если это делать дальше? Я просто поделал это, не знаю, месяца два. Увлекался этим и бросил. Ну, на всю жизнь осталось, я мог бы взять ручку в ноги и написать что-нибудь. А в любую ногу или так же, правша или вша? Пока только, ну, меня не хватит на все. Я бы хотел и вверх ногами научиться, на руках ходить, еще и одновременно писать. Или на мостике бежать, еще и писать. Если у меня хватило бы на это, я бы и это попробовал. Представляете, мы вообще мало о себе чего знаем и даже не собираемся знать. Даже не говоря дальше, мы не знаем даже, смотрите, я спрашиваю, ты себя знаешь? Он говорит, знаю. А что ты знаешь о себе? Вес, рост, фамилия, имя, отчество, цвет, глаз и все. А сколько ты можешь висеть? Сколько ты можешь бежать? Сколько ты можешь стоять на одной ноге? Сколько ты можешь выпить воды? Не выпить, не пить. Сколько проплыть? Сколько проплыть в пресной воде, в соленой? В каких градусах воды сколько ты можешь проплыть? Допустим, если плюс 10 вода, сколько ты можешь проплыть? или простоять в этой воде. Плюс 4. И так далее. Ты должен все знать о себе. И тогда в любой ситуации жизненной, ты четко знаешь, переплыву я эту реку или нет. А вода вот такая. Ты знаешь себя. А мы ничего не знаем о себе. А не зная воду, не зная броду, не суйся в воду. Поэтому мы суемся иногда в те дебри, где не знаем своих сил, своих элементарно, физических даже возможностей. И поэтому у нас бывают в жизни ошибки и проблемы. И всякие ошибки-то ладно, они нужны для опыта. Но проблемы в жизни бывают, потому что мы не собираемся себя знать. Мы собираемся знать что-то там. А нарушение идет. Мы нарушаем первый шаг. Когда в воду кинем камень, откуда волны идут? От камня. Человек, если я сейчас хочу выйти в те двери, чтобы дойти до этих дверей, первый шаг нужно сделать. Второй, третий, четвертый. Попробую я сделать третий шаг отсюда. А вот так мы и собираемся. И мы в жизни многие вещи так делаем. Мы упускаем, считая это мелочи. Да это мелочь знать о себе. Я узнаю о космосе. Я узнаю о космосе. И мы узнаем о космосе. Продолжение следует...